В Хабаровске прошли международные соревнования по боксу среди мужчин и женщин, посвященные памяти героя Советского Союза Константина Короткова. Всего в турнире участвовали более 150 спортсменов из 16 стран мира. В составе сборной нашей страны выступали воспитанники областной спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 имени Васильева. Все четверо вошли в тройку победителей в своих весовых категориях. Золото взяли Решат Бакиров, Алексей Зобнин и Абубакар Салах Муцелханов, а бронзу завоевал Хикмет Гараев. Нам удалось встретиться с тремя спортсменами, которые рассказали о турнире. Решат Бакиров занимается боксом 19 лет. Он уже чемпион Оренбуржья ПФО и серебряный призер чемпионата России. Алексей Зобнин за 15 лет боксерской карьеры завоевал множество наград, но одни из наиболее значимых для нашего героя стали две серебряные медали чемпионата России. Также Оренбуржец покорил Кубок мира нефтяных стран и международный турнир Финляндии. Хикмет Гараев уже 10 лет жизни посвятил рингу. За эти годы он достиг немалых успехов, став двукратным чемпионом ПФО и победителем Кубка России. Как и другие соревнования, турнир памяти Константина Короткова для молодых людей начался со сборов за 12 дней до старта соревнований. За это время парни акклиматизировались к пятичасовой разнице во времени, подготовились физически и морально. Интересно, что своим секретом подготовки к бою настроена победа, ребята назвали сон. Практически в один голос боксеры сказали, что нужно высыпаться перед любым важным делом. Но подавить волнение в ночь перед боем и уснуть – это та еще задача. В итоге оренбургские боксеры выложились на все сто и даже больше. Так, например, Решат Бакиров и Алексей Зобнин в Хабаровске выполнили норматив мастера спорта международного класса. Оба взяли золото в сложнейших поединках. В свою очередь, обладатель бронзы Хикмет Гараев отметил, что сделал все от него зависящее. Но поединок показал ему, что еще есть что улучшать. Сейчас наши земляки готовятся к чемпионату России, который пройдет в августе в Хабаровске.